Добрый день, уважаемые друзья. Продолжается финальная матча в городе Минске. Сегодня 24-25 марта 2016 года. Это пятница. Время 12 часов 12 минут. Только что завершился матч в одиночном разряде, в мужском одиночном разряде, между Любиком Качмазовым и Никитой Кашириным. Оба россия. В этом матче, очень напряженном, сложном матче, в двух сетах победу одержал Никита Каширин. Он выиграл два тайбрейка со счетом 7-6, 7-6. Он одержал победу. Мы поздравляем спортсмена с победой. А вот в женском разряде сильнее оказалась Мария Тимофеева Россия. И она одержала победу над Викторией Канайпадской Беларусь. На первом корте сейчас идет женский финал в парном разряде. Встречаются девушки из Санкт-Петербурга. Встречаются девушки из Санкт-Петербурга. Это не в желтых футболках. Ева Горкоша и Алиса Буданова. Берет Ева на подачу, а Алиса тренирует. Соперницы у них. Интернационально берет Владислава Петровская. Россия и Канила Бартанель. Россия и Канила Бартанель. У девушек, значит, в первом свете оказался сильнее дуэт из Санкт-Петербурга. Они выиграли со счетом 6-1. Во втором свете девушки пока что выступают со счетом 1-2. И 0,40 на подачу Евы. Ошибается Канила при приеме второго мяча. Достаточно голубая ошибка. 15,40 на подачу Евы. Он принимает решение судьбы, что мяч попал. Канила Бартанель. Уличная скорость на первую подачу Евы. Ну, в общем, вот так. Как нам кажется, чисто. Четко действует Канила при одними ударами на заднюю линию и в дело срывает удар. 3-1 на подачу во втором свете Влада Петровская, выступница Академии Островского в Химках. Безупречный удар над головой восполнение Евы. Достаточно в курсе бросилась в лечу Петровская и была наказана за это. 0,15. Петровская аккуратно подает. Вторая подача достаточно мягкая. 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 Усиливает Ева. Не ошибается. По 15. Четко шла на перехват Канила, но выполненный удар не получилось. То есть мяч сорвался с ракетки. 15.30 на подаче Влады Петровской. Не проходит первый мяч. Влада играет аккуратно, понимая, насколько высока цена подачи. Держит мяч и проспелывает Канилу у сетки. 15.40 на подаче Влады Петровской. Парус, сетки. Интересная казусная ситуация. Оказалось, что Тоник на трибунах взял мяч и во время розыгрыша сбил. Странное решение судьи, такое ощущение, что мяч все-таки уходил. Но настолько велика скорость и выполнение зароски песка, что трудно заметить попал в мяч. Судья принял такое решение. Второй мяч. Лева спокойно играет на держание. Верное решение принимала, расстрелила Камилу через коридор, но немножко не попала в площадку. Не проходит первый мяч, разыгрываются решающие очки. Опытная Алиса сыграла косой уходящий мяч. И вынудила Петровскую ошибиться, потому что там уже была боковая сетка. Забеги на кортов для игры в парную комбинацию явно недостаточно. В это время немножко посмотрим, что происходит на первом корте. На первом корте начался парный фунал в мужском одиночном разъеме. Юноша, юноша в синих футболках. Это Даниил Еврагинов, Россия. И Алексей Абазов, Россия. Даниил Неподачев. Соперник у них на приеме Александр Мехов, Россия, город Северный Пасад и Петр Барбериков. Станк-петербург. 15.30, пока что на подальше линии. 15.40, Даниил пытался пробить через перидор. 15.30, пока что на женскую площадку. Мощные удары Влады Петровской. Но Алиса справляется пока что с его ударом. Камила пошла на перехват, но на паузе Алиса наказала ее за такое решение, пробив через перидор. Алиса приняла решение сыграть мяч близко к боковой линии, но ошиблись по ширине площадки. 40.15, пока что на ее подаче. 40.15, пока что на женской площадке. 50.30, пока что на женской площадке. 0.30 Не справляется Камила со скоростью в предыдущем Девой Горкуши. Четко действует сетка Девой Горкуши и 0.40 на подаче Камилы. Достаточно стремительно развивается это биле второго сета в финале у девушек. Камилы не в своей поверке, где проходит первый мяч. И второй достаточно четко положил. 15.40 Ошибается Камила. И счет становится четвертым. В этом году на втором порции со счетом 1 мяч. На втором финале идут нитков Барби Рюков. Александр четко пробивает через коридор, увидев, что Даниэль сместился слишком близко к центру сетки. Четко пробивает через коридор на паузе и 2 минуты не ведут. Судья фиксирует аут на подаче. Без укречен удар Александра Мехкова. Он четко увидел, куда нужно пробивать и без укречен. Вернемся на третий номер один. Финал в женском разряде, в женском ходном разряде. 4-3 на подаче белых горпушин. 30-0 на подаче белых горпушин. Верное решение принимала Ева. С мягкого мяча пробить игрока у сетки, но ошиблись. Сетка сыграла за дуэть Петровская бархана. Сетка сыграла за дуэть Петровская бархана. Илья замากommy ... Сетка сыграла за реальность. Четко клала мяч. Петровская создала условия для выигрыша очка у сетки партнерши. И сетка играет за горкушу. Ровно. Решающий мяч. Девушки принимают решение, что принимает решающий мяч Петровская. Первая подача. Проходит у горкуши мощная первая подача. И потом безупречно у сетки действует Алиса Буданова. Она положила мяч так, что Петровская не смогла достать. Поверю мяч у Петровской. Безупречно камеру сетки, безупречно прочувствовала. Прижимаешь на перехвате. Четко играла Петровская на удержании, четко. Не усиливала, не форсировала и вынудила ошибиться Горкушу соцпока. Горкушу, самое главное, решение пробивать сеточниками. 30-0 на подачу Петровской. Ошибается Ева, выполняя удар над головой. И 40-0 на подачу Петровской. Решила усилить немного Влада и ошибается все. Продолжение следует... Простреливает Влада и Еву усилить. Нужно отметить, что у Влада очень плотный удар. Если не сказать, очень мощный удар. При выполнении ударов с отскока. Причем это как с бэк-хэнда, так и с фор-хэнда. Мощные плотные удары. Характерно для этой спортсменки. Это ее козырь. Сырная сторона. Она очень много очков. Зарабатывает этими ударами. Пять-четыре. Одна подача. Алиса, туда. Нужно отдать долг между Алисой. Три. Выдерживает перестрелку на задней муне с Петровской. Но приняла решение пробивать камилу через коридор. И ошиблась. Безупречно у Светки Петровской четко выбрала момент. Пошла на переход. И замкнула атаку. 0.30 на подаче. Немножко не в своей тарелке чувствует себя Алиса. Но это опытная спортсменка. И надеемся, что она вернется в матч. Алиса. Выполнено. Приняла решение пробивать Петровскую. И Петровская ошиблась при упалении ударов. Воздуха может бежать сантиметров пять. Максимум. Алиса выполняет косую, уходящую подачу в первый квадрат. Не ошиблась. Странное решение. Мне такое ощущение, что... Мне сложно сказать, что наша коделька выполнения Алисы подлинила. Алиса. И сюда я принял решение, что матч попал. Иди-ди-ди-ди-ди. И что мы отметим, что... Та-ка-ка-ка-ка. Верное, в принципе, решение приняла Песловская. Нужно было идти здесь на перехват, и тут можно форсировать данный розыгрыш, но ошиблась при выполнении удара. Вот решающий матч, в общем-то, матч. Девушка, думаю, стоит высочайшее мастерство, самоотверженность. Ачко, заслуживающее быть матч-больным. Со счетом 6-4 второй сет выигрывает дуэт из Санкт-Петербурга. Победителями становятся Алиса Буданова, Россия, и Ева Гаркуша, Россия. Обе Санкт-Петербург. Противостояли в финале им Владиславу Петровску, Академию Петербурга, Россия, и Камила Бартоне. Причем, девушки нашли игру во втором сете, но как-то не сложилось. Итак, уважаемые друзья, мы сейчас перенесемся на корт номер 2, где продолжается мужской финал в парном разряде. Пока что в первом сете со счетом 5-1 ведет дуэт в составе Александра Мехова, Россия, и Петр Барбирюков, тоже Россия. И выступают пока что до Алексея Абазов на подаче, Россия и Даниэль Ибрагимов, Россия. Александр шел на перехват. В общем-то, по-игротски верное решение, но ошибся. Итак, уважаемые друзья, мы сейчас перейдем к следующему моменту. А этот отрезок репортажа заканчиваем. С вами был Борис Стариков.